дорогие друзья рад всех приветствовать на канале фиген live сегодня воскресенье 26 марта время 22 часа в киеве и то же самое время 22 часа в москве ночью произошел переход на летнее время и соответственно теперь у нас время совпадает видимо но это может как-то улучшить ситуацию с нашими эфирами и с зрителями которые нас смотрят в онлайн но в любом случае я конечно призываю всех зрителей их уже почти 60 больше 1000 ссылки на это эфир размещать своих аккаунтов социальных сетях группах обязательно ставьте лайки и мы проводим день 396 с алексеем арестовичем алексею приветствую тебя добрый вечер как обычно прошу всех помимо ссылок подписываться на канал фиген лайфы на канал алексея арестовича в описании к этому видео по ссылке вы можете обнаружить по имени алексей арестович пройти подписаться поставить колокольчик как обычно не забывайте этого делать ну что давай знаешь начнем с как мне представляет сейчас с важного и главному не знаю какой вот эпитет более точный путин вчера заявил о том что в ответ на поставки снарядов из великобритании из обедненного урана он собирается передать тактическое ядерное оружие в беларусь соответственно он насколько я понимаю все таки важным было говорить что это не беларусь передается оружие это боевое дежурство и ля-ля-ля в общем из москвы все это будет контролироваться и так далее но это уже второй вопрос самое главное что он решился пошел на этот шаг вроде как не ни к чему пока это не ведет но это произошло после визита си дзиньпина кто как это комментирует вот как ты видишь эту ситуацию если в этом шаг к эскалации очевидные и какие будут последствия всего в том числе кстати для прежде без ядерной беларусь 4 дамка записывать первое самое главное это ядерное оружие поближе к вильнюс конусами тонн от потому что там будет очень да очень короткое расстояние между подозреваем 600 километров от места где российское тактическое оружие достоин там это иллюзия где соберутся все руководители нато в июле будет принимать ключевое решение это прямой очевидный сигнал второе это крупная ссора с китаем потому что демонстративная ссора потому что в совместном коммунике который подписался пенни путин еще раз подтверждена по в каком-то пункте сейчас уже не помню там 7 12 еще раз подвержу подтверждена приверженный сторон к нераспространению ядерного оружия договору про неспространение ядерное оружие не передача третьим сторонам и прочее прочее не прошло четверо суток как димон наш медведев заявляю что мы а мы передадим даже белорусской стороне путину пришлось исправлять потому что передача третьей стороне это брутальнейшее нарушение договора на место стране ядерного оружия а также что белорусские самолеты оборудованы и мы сейчас будем учить белорусских летчиков применять ядерного оружия зачем понадобится ссора с китаем за тем что мы об этом чуть позже поговорим сейчас назову все причины и это контроль еще один способ контроля белорусской стороны потому что ядерного хранилища будут российские войска охранять на перманентно белорусам это не доверят то есть если все остальные войска находятся напоминаю белоруссии на основании заключений и все они временно пусть даже они там постоянно но статус временного то база ядерного оружия это постоянно пребывание российских войск впервые они получают такую возможность фактически все там до сих пор было время на варенде там подолгу вот тут как бы сегодня хочу и это способ еще димарша против белорусско китайского союза против игры китай на белорусском направлении против передачи им самарканде во время саммита шосс большего статуса дипломатических отношений тем самой россии против попытки тима лукашенко балансировать путинское влияние через китай ну и наконец это прямая угроза польши и странам нато потому что военное применение может быть только против них и на них же оцелена потому что применить например тактическое ядерное оружие против оружия против украины его не надо вести 2 это прямое направление поэтому получается что у нас тачки чекистским методом до одним движением фигуры пашки попытались достичь сразу много цели всем по угрожать и прочее здесь наиболее в угрозам западу и попытки контролировать лукашенко ничего особо нового нет хотят тоже такая история то точно есть и есть ссора демонстративная ссора с китая китай неоднократно прямо в том числе во время этого визита заявлял никакого ядерного оружия разговора даже эту значит у нас такой ядер немножко в бок покрабье так если не сказать раком но все-таки попытка ядерного шантажа угрозы и китай должен реагировать на это я думаю они успели отсидеть плевок спину си дзиньпиньо который сделал все чтобы показать что-то ядерной угрозы не будет и это одна из основных побед его престижа как перед как последний и они ему плюют спину это означает очень интересную вещь это означает что не спитаем ни о чем не договорились более того судя по всему си дзиньпинь отказал им в разных просьбах включая просьбе военного союза судя по оговоркам путин вчерашним потому что он или сегодняшнем у нас нет союза не он не направлен никаких против третьих стран это означает что путь ему сидим пень оказалась отказал военном союзе но и отсутствие публичных по крайней мере договоренности по любому другому вопросу и вы подобный димаш показывает что визе и сокращение визита на сутки на световой день он же три дня должен был быть я улетел второго мы говорили бы утром третье показывает что они не договорились и что делать ввх он идет на эскалацию в том числе в машине китая подставляет я так понимаю это война знаешь когда закончить когда запад и китая поделиться против путина на самоубийственный шаг со стороны путина абсолютно когда он так достанет всех что они решат его приговорить вдвоем судя по и он семимильными шагами идет для того чтобы достичь добить так вот смотри вдогонку по этой же теме соответственно франция призвала россию пересмотреть решение размещения российско-тактического ядерного оружия а джон кирби координатор белого дома по стратегическим коммуникациям заявила о том что пока сша не видит признаков размещения россии ядерного оружия беларуси но то есть ну и соответственно украина известно киев требует немедленно созвать неочередное заседание совета безопасности он из-за решения россии разместить тактическое ядерное оружие беларуси говорится в сообщении министерства иностранных дел украины вот смотри в качестве последствий новым там разместят не разве но разместят раз говоря может быть допустим прежде не размещавшиеся в странах на то по границе в общем на боевое дежурство на такой же поставят тактическое ядерное оружие там не знаю в польше странах балтии как ответные меры ну в июле можно же это решить на саммите над могут и поставить могут поставить раньше но дело не на основе двусторонних соглашений дело не в этом ну вот мы же видели все позапрошлую неделю американские стратегические бомбардировщики гуляли возле санкт-петербург да допустим да он один несет подозреваю больше чем все будет причем помещено в это все хранение марк слишком неравной силы это шантаж мне это очевидно но 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 для чего тоже он это делает ну потому что он идет ва-банк он хочет выторгивать определенное решение на вильнюсском саммите он на западе же есть две большие партии и вопрос который дискутировали был следующий то пора западу отказываться от формулы украина не должна проиграть и переходить формуле украина должна победить до сейчас восклицательным знаком именно для того чтобы этот период переход не был осуществлен путин делает все шаги он сейчас работает полностью на эту историю потому что люди которые склоняются к мысли о том что украина должна победить они говорят все громче на западе все решительнее действует все консолидирование и они это знают они этого смертельно боятся потому что это означает передачу вооружение военной техники куда больших объемов чем раньше украина сейчас это все еще по формуле украина не должна проиграть когда победить это совсем другая история и работают на то чтобы партиями голубей мира она как бы она больше шансы и больше аргументов понимаешь что такое современный запад это очень интересная конструкция там сильные голуби мира и слабые ястребы войны вот такой расклад это и раньше так было не раньше там не всегда были славны добрые времена при рейгане когда ястребы войны были ястреба да так вот работают лишний раз место лидера в истории так вот они работают сейчас на сильных голубей мира чтобы сделать еще более сильными да тем более сильные аргументы пользуем давайте же потому что для путина украины не должна проиграть это более выгодной ситуации понятно он же не мечтает о том что он должен выиграть уже иллюзии никаких не уговы но хотя бы там размер поражения это зависит его персонально-политическая судьба и он демонстрируя свою я китаю сказали только что встречался перед дифферангой портрет размещал на там струнку тянулись он показывает что держите меня семеро надеясь что снова найдутся люди которые это испугаются и будут брать это в серьезный политический расчет при стратегическом планировании таких людей нет но есть множество людей которые попытаются этим воспользоваться прекрасно понимаешь ему плефуют попытаются этим воспользоваться для того чтобы протолкнуть протолкнуть свою повесть а вот поэтому он опять же дон дает пас республиканцам дает пас трампу в этом смысле очень сильно фактически уже вмешиваются выборы соединенных штатов интересно как ответится что ну здесь разные аналитики разные точки зрения придерживаться но твоя понятно давай я думаю так мы уже почти 12 минут в эфире нас смотрят 213 тысяч человек 64000 поставил лайки не забывайте те кто сейчас присоединился дайте такую возможность предоставить такую возможность и другим да вот алексей арисович 25 кадр и вот поэтому сделайте так чтобы и другие к нам присоединились да ну посмотрим что на фронте происходит в самом общем виде хотя бы сейчас мы посмотрим на карту сейчас карту показываем на фронте есть ряд заявлений нашей стороны который говорит о том что вступление противника под бахмутом под сдохло по характерным но вновь переброшенная мобилизованный батальон батальон на подразделение ушли под обделку не подбак вопрос интенсивность возросла или за слабо имеется ввиду ослабло на флангах вот он про фланги пригожин там говорил пригожин номер один мы как бы характерно то что сегодня путин сказал про снарядный голод сославшись на министерство было пола не лимиты выписывают а мы тут ни при чем а позавчера у соловьева любопытный российский эксперт седой такой не помню как его зовут 20 минут рассказывать до севков 20 минут рассказывал что виноват верховный главнокомандующий то есть путин любопытно историю да на центральном канале центрально пропагандистка шоу да это мы сейчас позже обсудим да значит ну мы понимаем как это все строится не дают голос фокус по фокус группам ставят эксперт не конечно конечно выражал голос и управляем подниму да но но тем не менее сам факт того что начали критиковать путин на центральном телевидении показывает что соответствующие голоса в укусе есть они настолько значим надо выставлять эксперт и давать ему 20 минут говорить как ты знаешь для телевизора 20 минут огромный срок наши зрители телевизор это 45 20 минут вы очень значимая фигура с очень значимыми месседжем и так вот путин откровенно валя валит все на военных военные валят на путина это веселая история чем-нибудь должна закончиться особенно учитывая что есть пригожий который валит на всех геркин который ругает направо и налево всех включая пригожина и представляет уже собой там группу него имперцев и больной кадыров которые там сегодня завтра значит где-то тихо тихо злобное фсб который свои свои игры на лицо у нас внутри элитный конфликт российских и пригожин который продюсер муж валерий это мы сейчас отдельно обсудим танцы а вот уже можно говорить и этот ахмед на фарш на фронте без особых мнений там бои местного значения а вот идут которые показывают что давай уже завершим что противник выдохся отдыхать бахмут бахмут и сейчас ничего не угрожает бахмуте сложная обстановка на стабильной контролируем скажем так тяжелые бои идут но прежней интенсивности как говорят военные смесь наш наши же прежние интенсивности давление уже нет она слабе явно ослабевает смотри если президент спикер номер один российской федерации должна отрабатывать тему снарядного голода то значит эта тема нам очень серьезное значение уже приобрел а вот поэтому и это снарядный голод и манера наступать по 2000 укладывая за 100 100 на 100 метров той самой полянки перед нашими окопами это все привело к тому что к третьему месяцу очень интенсивного наступления сосредоточения усилий тоже называется они подсдохли подсдохли в Авдеевке попытались устроить бахмут не пошло и не прошло но глядали не очень что там еще мы их там там накрыли на херсонщине накрываем на харьковская и луганская не слышно уже значимых штурмовых действиях не слышно уже несколько дней до местные бои беспилотники роняют друг другу на головы там гранаты и прочее прочее тактические пересталки в лесах нету серьезных наступательных действий даже попыток отдельные движения фронт подзабирает любая армия мира будь она трижды бриллиантовая яхта супер боеспособно мотивированная там из-за космическая пехота вооруженная три месяца подряд интенсивных попыток наступать это уже начинаешь выдыхаться и брать передышку мы видели да британцы дали оценку институт войны или кто-то тем не менее это появилось западным экспертном сообществе как ты крутишь что россия переходит к стратегической обороне она уже не надеется что там наступать я так не считаю она надеется и будет пытаться но во первых успешность этих действий мы видим все равно будут в лучшем случае оперативно тактически на оперативный успех даже замахиваться уже не получается куда там стратегическом а во-вторых они не сейчас им нужно выдохнуть прийти в себя опять поставить в оборудование некоторые тоже не собирается ставить эту паузу посмотрим что будет я думаю будет весело поэтому я ожидаю позитивных новостей в короткие исторические сроки связаны с нашим контрнаступлением хотя она маляр я вместо обороны призвала ли не официальная шума тем более все все о нем говорят так вот что я хочу сказать что надо вернуться пригожий втором приложить ну давай ахмедову парк ахмедову да да на при на лице признаки внутривительного конфликта видим настроение до российской люди как это все пропало и и что дальше и нет перспективы мы не собираем я так понимаю что наше командование военно-политическое руководство вовсе не собираются ждать когда она дозреет само собой и намеренно помочь я думаю что пределом внутри летного конфликта в россии после которого элиты российские будут принимать практическое решение вынуждено это будет выход наших войск на границе с крымом и начало обработки крым крымского моста мы говорили это многократно очевидно по причине того что крым это жемчужина в короне путина это явно очевидное символическое поражение не просто задержать это момент когда он будет выложить поднимать ставки ядер наружу как бы да и российская лика будет вставить станет непосредственно перед необходимостью понимает решение по вождю почему потому что сейчас он трудно сговориться заговоре хотя все все понимают им нужен момент какой-то знаешь которого не надо сговариваться когда все посмотрели глаза другого секретаре референты охрана там из на олигархи там генералов сбо и поняли что надо кончать потому что придурок дотянется ядерной кнопки пусть даже тактической произойдет договор заговор произойдет молча без единого слова зайдут кабинет и придушат шарфон на хрен и очевидным образом все идет туда это лучшее разрешение этого кризиса потому что но я не вижу для них вариантов никаких вообще никакие и контр наступление очень сильно подтолкнуто к этому сценарию а учитывая что он дурак дурак персональной ссориться и крупно западом угрожаем перемещением ядерной базы беларусь из китаем плюя в спину си дзиньпину который только что пообещал миру что не будет никакого ядерного оружия ядерного шантажа ну сколько у него советников осталось и в мире внутри внутри лет я думаю что ему подыскают замену же да даже те другие люди потому что дедушка не меняемый точнее он вменяемый он просто бравирует невменяемостью пытаясь всех напугать но проблема же таких решений что действительно могут испугаться и решить с этим закончится чем быстро не бояться больше поэтому я думаю будет весело ближайшие месяцы так а 274 тысячи нас смотрит и 88 тысяч поставил лайки алексей у нас находится командировки поэтому звук может быть не идеальный спасибо что при принципе есть какой-то да поэтому это такой вопрос на я тут придарую в придорожных придорожных кабаках мы все понимаешь постудим ну да ладно значит что я хочу сказать по поводу этой записи она действительно вообще показательно принципе это слив такой ну каждый второй там об этом разговаривает причем здесь слова на не знаю как будет интересным вот такая важная тема на вам как кажется так кто то жеied там рассказывает и не укрепляет именно у кричинских вот такой как можно снова в эту наноту в этот раз в год ну да вот так думаю что то есть ахмедов нахватки в год более не более сильные наếnку подпишесь у сверка и поводу оценка не более верно не было очень лет она quantities of the cup that in the cup сейчас за границей находится свое время соскочил ты понимаешь там в чем проблема то что оценки то они раздают похлеще нашего с тобой хотя мы тоже самое в эфире говорим на час назад на беда другая они там фразу ну посмотрим как она сама что-то вот сейчас сама там нету вот это уж ну как ну так дальше нельзя хотя понятно по телефону даже в такой беседе они такого говорит тоже скажет по телефону и мочи но 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 там есть ощущение что кто-то олигарх или в председании села оба кто-то другой это сделать так вот ему надо просто еще раз напомнить путем санкций кстати сказать что никаких других не будет другие это вы потому что они же жалуются у ахмедов кстати по всеми возможными санкциями британскими европейскими но не там по заморожено все вот он рассказ про дубая где он там также как и ну в пригожно понятный израильский паспорт это само собой как обычно вот но все они говорят о некой релокации то есть мы так и подразумеваем да а им нельзя давать этой возможности олигархи как я много раз говорил мой концепт заключает в том что не спасать их не давать им возможность выпрыгнуть из это все потому что ничего делать не вот а наоборот продолжать давить и дальше дальше а если вы ребята санкции вам не нравится вы получите ордера как военные преступники нет ну зачем оставьте санкции пусть лучше санкции не ну так тогда вы действуйте что если вы не хотите получить ордер на арест от международного уголовного суда вот как это работает а вот это совершенно по-другому воспринимается в мире там начинаются разговоры про то что давайте половину состояния как об этом макфол заявил забирать пользу украины зачем половину забирать можно все забирать почему их надо спрашивать забирать сколько у них у них на забирать все а вот для того чтобы оставили что-то нужно это еще заслужить нужно побегать нужно на цирлах побегать иначе дорогой друг получишь еще и по рогам ордерок на арест вот какой главный вывод потому что вот от этого оценки а я уверен что они все так все 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 одно и то же говорят но вот одна тебе да вот тебе большое расстояние то есть никто не хочет брать ответ ну сил трусти понятно собственно это пригожины забегал пригожим 2 так сказать поняв чем это в общем ему может так сказать вылезти их нужно заставить путем давления беспощадного грабежа их до вот этого значит давление чтобы они побежали и начали разговаривать не о том как все плохо о том что надо делать и побудительный мотив это плетка а не шоколадный пряник вот о чем речь парка маркане не пойдут сегодня не а на цикле паре 23 годовщина того как владимир владимирович был избран президентом россии в первый раз 6 марта 2000 2000 года да ну и все выросли сформировали да не вырву выросли сформировались примем он для них больше чем президент или может не нужны группировки он для них фон фон их жизни глава базы сбунтоваться против фона надо быть экстраординарными качествами надо быть оратой горбатым из трудно быть богом понимаешь вот таким пламенным революционером который видит все понимает все все черно-белое то они явно не такие лишь приспособляться плотят плоти от этого режима они никогда не были самостоятельными всегда были контролируем и позволяли стать элигархами их сбунтоваться против чего ядра своей системы они могут только возмущаться что он неправильно поступает их нужно довести другим путем потому что санкции может даже ну конечно сам я за санкции но санкции могут их часть даже наоборот сказать консолидируемся вокруг вождя потому что тут хоть какая-то защита наоборот они наоборот и консолидируются ты чё они как раз ищут способ соскочить чему я говорю почему запад сказал дал ему ордер потому что нарис потому что это был четкий сигнал мы разделяем вас и его думать головой точно конец но еще один же сигнал что неприкосновенных теперь нет если вы дали путину таланта и выгодами аж был ты все эти сигналы будут они накапливаться и в этом все об этой всей истории только одна проблема и меня голуби и слабо ястреба запад сам не знают надо от россии до сих пор не знаю если бы он знал и имел четкий план он бы этот самый что делать с путиным они уже знают они не знают что делать с россией были был четкий план они бы уже действовали очень очень куда как более решительно скажут планово но все-таки твердая рука управляющаяся этим прослеживается я тебе скажу я вижу это очень хорошо и она дело ведет к тому что дядя дядя вове приговор время его реализации тоже делается и способы его реализации я думаю что соломинка которая сломает спину будет уже контрнаступление и и и и дальше события очень быстро он начнет развиваться и возможно мало предсказуем может наоборот впадут стагнацию если они сумеют объяснить почему они героическое ступили от крыма в этот раз и цепляются зубами за донбасс ну это вопрос надо второго контрнаступления мы тоже подготовим тоже закроем поэтому здесь это будет очень яркое время начиная с выписать выписание ему ордера мари и вот все что будет происходить 21 счетом это будет крайне яркое время учитывая выборы в россии и беларусь в украине штатах 4 бы тяжелейший банковский кризис который начался посыпался учитывая протеста во франции и германии которые расширяются но могу сказать что время будет интересно и какие решения кто будет принимать неизвестно но решение будут жесткие точно потому что масштаб кризиса будет такой что мягким решением не обойдешься поэтому поэтому для украины это шикарное время потому что только в так как в такие времена мы можем нашем состоянии сразу сразу прыгать в дамки в нужный момент постараемся пополностью использовать эту ситуацию ну еще немного поправить в нужном нужном нам направлении не оставляя шанса владимир владимирович и его правящим так и те кто те кто любит его поддержать западе хотя таких уже не осталось но сомневаюсь но смотри возвращаясь к контрнаступлению сам президент зеленский сказал что его сроки зависит от интенсивности поставок вооружений которые ну скажем так видимо отстают намечен он не пояснял но он в прямую связал что это единственный фактор в общем по-настоящему сдерживает это единственный фактор но поставки идут и однажды они все придут достаточные для наступления рано или поздно лишь придут тем временем погода подойдет тем больше потратит россии живые силы техники снаряда к этому моменту которых они фотографии сойдутся взлетит зеленая ракета и пойду команда фас то есть все таки ты считаешь что она не вызывает опасение ситуации с поставками вооружений или же в общем потому что то что они там опаздывают на неделю-две так это такая студия еще неизвестно даже больше задерживает поставки лирки или погода но ступлю свое время так вот смотри нас уже по 300 тысяч смотрят больше 100000 больше 100000 да больше больше тульской области российской федерации это недалеко от москвы я в туль бывал конечно не раз вновь упал неизвестный бпл а с бомбой с бомбой упал а на этот раз в городе киреевск расстояние от наших границ до туда около 4430 это я читаю один из украинских патриотических пабликов 4430 километров но в самом городе в самом городе никаких важных объектов нет видно транзитом летела развлекается буданов пишут ну буданов любит развлекаться но сам факт что это уже ну 400-430 км такое приличное расстояние и бпл а вот эта частота этих бпл а которые и бпл а и там так сказать может быть неопределенные какие-то поджоги взрывы на территории российской федерации как ты это оцениваешь это интенсифицирует с какой целью это все как бы проверка как работа пво как работает система обнаружения или же в общем это примериваются к дальнейшим действиям это похоже уральско-народная республика но можно бьем по территории секретации по всем хорошо здесь интерес чем 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 мы под ней били мы же не агрессор нам надо выбрать этот агрессивный слышать поэтому да разве что не знаю но не бьем поэтому партизаны какие-то российские трубы потому что то что может фсб взрывает россию может быть это боема российский разучиться управлять беспилотники джанкой слышал какой характерный звук когда упали по по эшелонам такие шахеды упали попали по эшелонам с калибрами ну звук же ничем не перепутаешь это ж наверняка взбесившиеся иранские иранские шахеды может программный сбой может российские военные перепутали чего-то но эшелон с калибрами накрыли ну вот так это не бывает этой жизни обычно но вот если бы я был уральским партизаном и вот она все таки все интенсивно летала то да это очень похоже на натурные испытания которые включают себя ряд комплексных вопросов которые решают уральские партизаны в отношении москвы московской народной республики это проверка систем работающих навигация полет в разных режимах всякое такое это проверка систем повод готовности реагировать особо важных объектов и объектов которые там ну в принципе данные получение боевого опыта всестороннего применения для того чтобы однажды запустить сразу 200 200 кто кто их знает этих уральских партизан а вот если 200 полетит то это же как по-русски говоря без извините дали это русском не обучен но очень похоже на на оценку которую вы выдали мне ну как бы есть это вот эти стрижды как пишут уже какие-то стрижи уральских партизан значит стрижи оказывается есть которые то есть 200 стрижей и бац и все на кремль но это я не знаю какое еще другая другое определение подойдет более точно там уже 200 стрижей не будет но день не стрижами и динами поэтому всякое может быть военные они такие тем более партизаны люди такие с фантазией с фантазией но вот смотри есть еще такая новость про пригожин номер один путинский вот повар пригожин заявил что после окончания контракта в его чвк вагнер и работы в зоне так называемой специальной военной операции было помиловано но это по его словам сколько на самом деле то это еще бабушка надо искала был парил более 5000 бывших заключенных российских колоний сколько из них осталось живых пригожин умолчал ну то есть видимо с его слов следует шон 5000 человек просто выпустил страну людей которые осуждены по тяжким особо тяжким статьям да еще и пробавлялись в украине убийством мирных граждан военнослужащих у всех своих граждан украины а вот здесь представить что действительно 5000 зэков бац и все съедутся в центральную россию ну а чем ехать дальше на это макросоциальное действие конечно это похоже на эксперименту женицам и россии можно доверять пример группами до эксперимент языка который производился но демонтал нас разместишься начало заключенных себе забрать здесь проблема в том что неизвестно и составляющей такой сколько давалось на прошение как бы да сколько осталось и сколько освобождена освобождены допустим мы ему поверим 5000 а сколько подавалось сколько осталось минут тысяч 2025 убиты они даже так не вяло вяло отнекиваются я думаю так она и есть под 30 кто но вот те 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 языка который брал брал например наш азов на новый азов или за 2 3 штурмовая бригада потому что первый азов которому рыбаля сражался он составил нацгвардии украины которая кстати сегодня день рождения я хочу еще раз поздравить наш национальный гвардейцев за то что мы под их защитой составная сила часть часть сил обороны делаются на спорте каждый день это тысячи подвигов рядовых сержантов солдат минералов вчера был день сбу тоже поздравляю куча куча пошли а вот спасибо за защиту спасибо за то что я например имею возможность спокойно вести эти передачи работы на своем участке информационного фронта потому что кто-то бьется на участке горячего фронта а наши зрители могут спокойно их слушать так вот возвращаясь к этой теме ну они же думали что они придумали универсальное цивилизационное оружие взять мимо резеков и бросить их на нас мотивированная штурмовая охота потому что это не пойдешь тебя расстреляют до тех кого брал зубу 3 штурмовая бригада они сказали там двух или трех они записаны по камере одного я точно видел мы говорили что больше они сказали что уже очень неохотно вербуются вот их брали со старого состава уже зоны дураков дорого зонах и тюрьмах дураков нет никто 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 не хочет туда заходить не к вагнеру не не к вагнеру люди предпочитают остаться в родном доме скажем тихонько досидеть нежели играть в эту лотерею батальонность трехсот человек побежал трое вернулись потом конечно же амнистированы в кавычку да если 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 да если дожили поэтому но представим себе что он сказал правду вот пять тысяч людей которые вне закона по сути находится по своей системе мира представлений картине мира моральной ценности и там же был александр который говорил уважаемый человек который с турцией обещал лежит открывать и обращаясь да 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 он же сказал что он же сказал очень мудрую вещь видно что жизненный опыт большой не дается мазь сменить вы не сможете вернуться к ним на жизнь рано или поздно делаешься окажетесь перед тем как они окажутся они же большинство из них совершит такое же преступление запутывание помогает заслуживала на россии 5000 человек подобного упущенных после войны так но мы уже 37 минут в эфире буквально еще немного я хотел с тобой еще обсудить знаешь напоследок выборы в турции потому что эрдоган но я думаю что он выигрывает хотя этом и некоторым образом напряженная борьба но но он фаворит скажет скажем оппозиции большая проблема наш долго не могла выдвинуть единого кандидата да ну это за портал дары такой кандидата основной он нам стал компромисс компромисс это в любом случае хуже чем любое решение но ты полагаешь что как-то с выборами связаны его выпадение из процесс переговорного там сегодня якобы поговорил путина опять призывал его к мирному решению ну то есть прекращению войны и одновременно благодарил за сделку по зерну ну когда политик идет в предвыборной в предвыборном марафоне гонки тут же сколько осталось полтора месяца то все его действия это действие направлено на победу он поговорил потому что он в том же тренде тренде миротворца миротворца это престиж тренда эксплуатации российских денег который и который турция стала тихой диаброй как эмираты и одновременно он понятно что после землетрясения и накануне выборов ему не очень дома творческих инициатив турция сейчас очень хорошо отработала тему продления новой сделки там же даже неделю российские товары по сервисам не сходили потому что был сбой в компьютерных сетях таможенника только сделку продлились бы опять возобновится не решать свои задачи да просто сколько эти задачи вписываться в задачи например блока которым они принадлежат блока нато потому что нато разные голоса раздаются по поводу тут бесконечно заигрывание с путиным напрягает очень-очень много ну и значимую часть турецких турецких движений дамитры и турецких движений самого эрдоган определяет полтора часа беседы с блинки когда он верил казахстан в аэропорту турецком переговорил потому что ряд признаков показывает мне тоже разговор был такой основательно совсем основательно и этот эрдогану приходится проходить между собой хорина между турецкими интересами как он их понимает и игрой все-таки по общим правилам коллективным западом частью которого не является будучи членом нато поэтому тут очень непростая история даган как мастер политической игры пытается вести эту тонкую очень тонкую линию между двумя этими очень значимыми факторами там не просто но думаю что в сторону ужесточения будет легкого на ужесточение можно предполагать америка умеет настоять на свое один из ключевых вопросов это швеция на то да или нет вельминском саммите но они не успевают в нато разные голоса так это можно сделать очень быстро было бы желание надо разного санкция на танцу за неконструктивную позицию три самого блока над посмотрим что будет после победы на выборах какую линию изберет если он побеждает какую линию изберет и но думаю что говорить с ним будут жестче с каждому до выбора во время выбора после потому что настроение очень жесткие по его политике гната сама так ну что же я думаю что на сегодня уже почти 41 минуту мы в эфире наверное сегодня хватит сегодня воскресный выпуск такой сделаем без того обсудили много чего интересного у нас же вот понедельник это пролетает во втором из для чего сделаем все по порядку почему в понедельник себе понедельник следа суббота да держимся нашу а ну все тогда завтра в понедельник как обычно в двадцать два часа пути да в 22 часа по киеву 22 по москве это одно время сейчас мы завтра проводим снова эфир с алексеем арестовичем так что он может быть кратким и обсудим повестку дня но да 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 не найдем зачем зачем взбивать город зачем взбивать пусть будет уже пундельник за пусть будет в 22 часа не пропустите мы попозже сегодня повесим повесим анонс и приходите завтра